Виктор, меня зовут Ирина. Я вам звоню с компанией EverFX. Я вижу, что вы интересуетесь дополнительным заработком в сфере финансовых рынков. Вы проходили регистрацию через программу Дурова, верно? То я Telegram хотел скачать. Нет, это не Telegram. Это система для заработка на международном финансовом рынке. Я вообще-то Telegram хотел скачать. Хорошо. Так а вы как Telegram, что не через PlayMarket скачиваете? На компьютер. Я на компьютер хотел скачать. Я поняла. Но у вас получилось пройти регистрацию в системе как раз-таки для торговли на финансовых рынках. Я вам, собственно, звоню для того, чтобы помочь разобраться с тем, что это за сфера, как она работает, ну, как вообще люди здесь зарабатывают. Ну, конечно, странно. Странно произошло. Да, но нет, это не Telegram для компьютера. Ну, в любом случае, если есть уже ваша регистрация, как бы, можем пообщаться. Скажите, а как вы говорите Telegram и EverFX, да? Нет, я вам звоню с компанией EverFX. Ну, а при чем здесь? Вы проходили просто регистрацию через систему Durovan для торговли на финансовых рынках. Но это не мессенджер, нет, это другое. Чего? Вот, поэтому я же говорю, можно, если уже есть ваша регистрация, можем с вами пообщаться, разобраться. Могу вам объяснить вообще в том, что это и как это работает. Ну, давайте посмотрим. Вот. А вы мне скажите вообще, вы что-то когда-то о финансовых рынках слышали? То есть, знаете, что такое биржа, как вообще люди здесь зарабатывают? Ну, как бы, да. Знаю немного. А вы вообще когда-то пробовали зарабатывать в этой сфере? Нет, нет. Не пробовали, я поняла. Что-то знаю, что-то не знаю. Ну, такое, знаете, что-то поверхностное, что-то хорошо знаю. Я поняла. Хорошо. Но, на самом деле, это сфера, в которой люди зарабатывают на разницу в стоимости различных активов. То есть, это там, например, акции, да, или там валюты, криптовалюты. Ну, то есть, в принципе, я думаю, такие активы вам знакомы, вы явно о них слышали, правильно? Да, да, да. Вот. Соответственно, наша задача, да, это уметь правильно определить направление цены актива. То есть, собственно, для того, чтобы мы могли на этом заработать. Грубо говоря, мы покупаем что-то дешевле, продаем дороже, разница, и есть наша чистая прибыль. Вот. Соответственно, на данном этапе, опять же, просто ваша регистрация, на самом деле, предполагает достаточно выгодные условия для работы, потому что, в принципе, во-первых, за вами, как за новичком, да, у нас в компании. Компания закрепляет персонального менеджера, то есть, это тот человек, который может вам давать как раз-таки необходимые там рекомендации, информацию по поводу торговли. Ой, извините, а как вас? Я, мы так далеко уже. Ирина. Ирина. Вот. Поэтому, ну, опять же, то есть, на данном этапе речь идет как раз-таки о том, что есть возможность иметь непосредственно для себя как бы возможность такого дополнительного пассивного заработка. Вот. Поэтому, в принципе, смотрите, а мне необходимо указать ваш возраст. Скажите, сколько вам полных лет? 32. А зачем? 30. Ну, а вдруг вам 17? Мы тогда не сможем с вами работать. Нет, 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 нет. По голосу. Ну, вы знаете, иногда бывает, что нет. Ну, в принципе, да, бывает такое. Ну, вот. Поэтому все равно необходимо спрашивать. Вот. Еще такой момент, смотрите, Виктор, я просто вижу, что вы находитесь в Чехии. Угу. Правильно? А у вас гражданство чешское или другой страны? Нет, Украины. Украины. А, так мы еще и сами земляки. Я поняла вас. Хорошо. Смотрите, у нас просто людям с украинским гражданством, которые находятся в Европе, нужно, чтобы у вас был какой-то, как минимум, хотя бы, там, вид на жительство или резиденция в Чехии. Есть такое? Есть. Что-то? Постоянный резидент, да. Постоянный резидент. Давно в Чехии уже? Ну, да. Давно. Нет. Я поняла вас. Хорошо. Ну, в принципе, опять же, то есть, если… Как у вас грозы-то сходятся, смотрите? И резиденция в Чехии для того, чтобы можно было работать, и возраст подходящий, и регистрацию проходили. Ну, в принципе, на данном этапе, да, если мы говорим с вами вообще в целом о работе здесь, вот, то, по сути, торгуя на как раз-таки вот финансовых рынках, да, при тех условиях регистрации, которые есть у вас сейчас, в принципе, у меня новички, которые приступают к торговле даже там с небольших капиталов, ну, в среднем, там, в первый месяц работы, например, выходят на уровень заработка за себя порядка, там, где-то каких-то 600-700 долларов. Это за сколько? Что вы еще раз повторите, я не понял. Ну, говорю, что новички, например, да, которые вот только-только приступают к торговле, там, с минимальных даже капиталов, в первый месяц работы, за первый месяц выходит на уровень дохода порядка где-то вот 600-700 долларов. Ну, то есть, при, в принципе, правильном, скажем, распределении там капитала, например, работая уже каких-то 2-3 месяца, есть возможность выйти там на заработок порядка, ну, хотя бы, там, да, тысячу-полторы тысячи. Ирина, подождите, это 600-700 долларов, а сколько они вкладывают? Ну, это при инвестиции, там, 250-300 долларов. За месяц 600 долларов они выводят? Ну, плюс-минус. Кто-то больше, кто-то меньше, то есть, все зависит и от времени, сколько вы этому всему уделяете, вот, потому что все же зависит, ну, я же понимаю, как бы основной вид деятельности у вас же есть, правильно? Да, а на каких инструментах они это все производят? Ну, мы работаем, в принципе, и с валютами, работаем с акциями, работаем с товарами, с сырьем, то есть, в принципе, все зависит от того, насколько с чем более выгодно работать. То есть, например, сейчас люди больше зарабатывают непосредственно на акциях, потому что, ну, в целом на фондовом рынке, потому что сейчас идет сезон квартальных отчетов. Вы слышали что-то когда-то о таком? Да, да, да. Вот. Ну, и сейчас, в принципе, как раз-таки отчеты дают неплохие движения, в принципе, на которых можно неплохо тоже для себя зарабатывать. Вот, поэтому, в принципе, ну, вот даже если взять там на… недавно был отчет компании Netflix. Ну, я думаю, про Netflix, наверное, и слышали, да? Угу. Вот. Компания Netflix подавала отчет, у них был достаточно хороший отчет, потому что, в принципе, во время вообще всего призыва, до предыдущего года Netflix неплохо зарабатывал, потому что, в принципе, было много новых подписчиков. Ну, опять же, в связи с пандемией людям делать нечего было, когда все дома сидели. Подписывали, смотрели фильмы до сериала. Ну, и Netflix, это для них дало хороший очень стильный такой толчок. И, по сути, по отчету, да, в связи с отчетом, у них достаточно сильно выросли акции. В принципе, при инвестиции даже вот небольших там в одну сделку порядка там 50 долларов, да, грубо говоря, можно было за там полтора-два часа вот за вот этот вот период такого скачка заработать порядка 100 долларов. Угу. Скажите, Ирина, а вы находитесь в какой стране? В Украине? Да. В Украине находитесь, да? Да, я вам с Хиева звоню. Скажите, а каким федеральным законом о рынке ценных бумаг вы регулируетесь? Украинским или... Нет, международный. ФСА. Регуляция. Нет, не регуляция, а закон. Ну, согласно деятельности вы осуществляете. На основании какого закона? Ну, мы деятельность осуществляем непосредственно, это не по украинскому законодательству, то есть это компания международная. У компании есть международная лицензия, которая непосредственно с этим всем работает. Ирина, вы меня не поняли. Вот смотрите, есть закон федеральный, знаете, как закон о полиции, закон там, ну, неважно о чем, ну, либо о чем. Есть закон о торговле и на рынке ценных бумаг. Есть такой закон. И в каждой стране он есть. Алло. Алло, да. Вы оборвали? Вы меня... Да, я перестала вас слышать еще раз. Что вы говорили? Я говорю, каким законом конкретно, как он называется, номер закона вы регулируетесь, не то, что регулятор, а закон какой страны о рынке ценных бумаг. Ну, вы же как бы согласно действовать из законодательства, а не какого-то регулятивного органа. Есть закон, в каждой стране есть закон о рынке ценных бумаг. Какой это закон у вас? У вас в какой стране и как он, закон называется этот? Ну, мы работаем с сейшельской регуляцией. То есть вы можете зайти на самом деле на официальный сайт непосредственно нашего регулятора и это все для себя просматривать. То есть там эта вся информация указана. То есть по поводу лицензии, по поводу всех законов и так далее. Я вас могу проинформировать непосредственно с чем мы работаем. Законодательство сейшел, к сожалению или к счастью, мне не знакомо. Я его не изучала. Так а как вы работаете? Как мне узнать, что для... Какие правила, какие, ну... Так я же вам говорю, вы можете зайти на сайт регулятора, вы можете это все смотреть. То есть это же никто ничего не скрывает. Ну, хорошо, давайте зайдем на сайт регулятора. Вы понимаете, о чем я спрашиваю вас? Или нет? Или вы все-таки не поняли? Ну, скажите правду, да или нет. Если я подробнее объясню. Вы поняли, о чем я хочу вас спросить? Ну, по поводу закона, ну, я же вам сказала, по поводу закона, в принципе, как бы законодательство сейшел мне не знакомо. Я вам этого... Ответ на этот вопрос дать просто не могу. Сейшел? Это сейшеловские острова? Да. А при чем то есть сейшеловские? Ну, потому что мы работаем по регуляции, которая выдана сейшельским регулятором. FSA – это международный орган, который непосредственно регулирует деятельность данных компаний, который выдает нам лицензию. То есть то, что я вам сейчас заняла с Украины, это значит то, что компания в целом, да, находится официально офис, да, русскоязычный, он находится в Украине. Это международная компания. И регистрация компании находится непосредственно на сейшелах. Вы в курсе, что в Украине, как их законодательство такое, что кто работает в области услуг, должны разговаривать на украинском языке? То есть вы, по сути, должны со мной на украинском языке разговаривать? Я разговариваю с вами... Так, при чем здесь украинское законодательство? Я не предоставляю услуги в Украине. Украина в принципе не работает... Компания в принципе не работает с людьми с Украиной, как минимум потому, что в Украине такое законодательство, которое не разрешает нормально людям выходить на международный финансовый рынок. А разрешает работать с украинскими акциями и облигациями. Хотите, я вам докажу, что Украина выходит на международный рынок? Она выходит на... Пропишите в интернете, украинская биржа. Есть брокеры. Хорошо. А вы, ну опять же, давайте так, вы сейчас для чего со мной начинаете спорить? Я не спорю, потому что... Ну, как это вы не спорите? Потому что, ну, у вас много вопросов. Но вы мне рассказываете, на каком языке я сейчас с вами должна разговаривать. Вы мне пытаетесь что-то доказать. Если я буду спелкуваться с вами за украинской мовой, вы будете разуметь именно? Да, я вас буду прекрасно понимать. Ну, а почему на украинском? Вы же в Украине находитесь. И все в сфере услуг повыне спелкуваться с украинской мовой, с гражданами, якими... Потому что я не предоставляю никакие услуги. И в целом, если компания международная, если компания работает по всему миру, где, в частности, больше люди понимают русский язык, почему... Ну, если я звоню, например, в Россию, я должна с человеком на украинском разговаривать. Человек меня просто... Нет, ну, вы сейчас спелкуетесь с украиномовным гражданином. Вы можете спелкуваться с мной на украинском. Я буду также вас зрозуметь. Я очень плохо разговариваю на украинском. Я могу с вами разговаривать украинскую мову, если вы меня проверяете на термозе и разговаривать на ничине. И это точно я вам из Украины звоню. То я находлюсь в Киеве. Да, я говорю, я плохо разговариваю на украинском. Хорошо, ладно, я не буду вас в неловкую ситуацию ставить. Хорошо. Я не чувствую себя неловко. Если вам удобно разговаривать на украинском, пожалуйста. Я вам просто говорю о том, что я вам не предоставляю услуги. Вы не пришли сюда так получением услуг. Вы вообще говорили о том, что вы приходите сюда для того, чтобы скачивать Телеграм. Понимаете? Я вам просто объясняю то, какие у вас есть непосредственно возможности сейчас работать с нами в нашей компании. Потому что есть непосредственно ваша регистрация. Поэтому если вам, например, интересно посмотреть на регуляцию, вы можете зайти на сайт FSA. Вы можете проверить непосредственно то, что компания является регулятивной. Вы можете зайти на официальный сайт футбольного клуба «Севилья» и посмотреть на то, что у нас компания является официальным спонсором этого футбольного клуба. То есть некоторые все моменты можете для себя просто посмотреть. А можно посмотреть на FSA? Можете спинуть на почту? Или как мы посмотрим? Чтобы я долго не искал. Да, я вам могу сбросить на почту. Вась, электронка, Виктор, Лоос, 235, Майл Ру? Да, да. Я вам в одном письме отправлю две ссылки. Можете отправить, смотрите, где компания зарегистрирована. Ее лицензия на осуществление брокерской деятельности, работают с ценными бумагами, с юрлицами и физическими лицами. Также регулятор. Вот я вам отправлю сайт компании, отправлю регуляцию. На сайте компании есть необходимая вся информация указанная по поводу лицензии. Есть она там тоже все описано. И на сайте регулятора только единственное, что сайт регулятора, он не переводится на русский, он только на английском. Ну, ничего, я переведу. Это такая лицензия. У вас есть же лицензия на осуществление брокерской деятельности? Не на сайте, а именно как документ или кем он выдан. Ну, то есть, я бы не искал там. Ну, это вы можете непосредственно регулять. Нет, отдельно, как бумажки А4, на которой написано слово лицензия и какие-то там номера, такого, конечно же, нет. Почему? Есть лицензия. Ну, мы в 21 веке живем. Сейчас ничего не делается. Лицензия выдается, проверяется непосредственно на сайте регулятора. Вы заходите на сайт регулятора, открываете список регулируемых компаний и видите непосредственно в этом списке нашу компанию. Ирина, хотите, я вам скину, например, сайт интерактив брокерс, который находится в США, вот, и там документы, есть лицензия, скан, это обычный скан, то есть лицензия, кем выдано все, то есть не говорите глупости, что... Хорошо, я вам говорю о том, где вы можете это проверить. Ну, я вам говорю официальные какие-то данные. То, что сейчас вы просите, ну, это, извините, филькина грамота. В смысле филькина грамота? В прямом. Сейчас эти все бумажки можно нарисовать себе как угодно и что угодно. На этих бумажках? Номер лицензии вы можете увидеть непосредственно на сайте компании и на сайте регулятора. Вы можете проверить, действительно ли компания является регулируемой. Смотрите, Ирина, по поводу филькиной грамоты. На лицензии написано номер, кем выдано. По этому скану я знаю, где проверять это все. И, ну, то есть не говорите глупости, пожалуйста. Ну, хорошо, скидывайте все, что есть, а потом уже гляну. Вы заходите на сайт компании, там вы видите непосредственно номер лицензии, да, который все это будет указано. Вы это все сможете увидеть. Непосредственно у сайта есть, у самой компании есть три регуляции. Мы работаем под регуляцией FSA. Остальные регуляции вы тоже можете увидеть, которые на сайте есть. И непосредственно уже, если вы заходите на сайт FSA, вы открываете себе там список регулируемых компаний. В самом списке есть компания Everfix. Ну, хорошо, скидывайте. Это все тоже вот таким вот образом проверяется. Вы мне еще не скинули. Да, я еще не отправила, потому что я с вами разговариваю и, к сожалению, или к счастью, я не в Юлий Цезарь. Вот теперь отправила. Единственная у вас почта Mail.ru, проверяйте, может попасть в спам. Там две ссылки. Ирина Ди, да? Ирина Дэн, да? Да, да, да. Ну, хорошо, давайте, да, Ирина, я ознакомлюсь, а минут через 30 созвонимся, да? Хорошо, давайте. Да, жду звонка. До свидания. Все, пока. Алло. Алло. Да. Да, Виктор, здравствуйте еще раз, Ирина. Да, Ирина, да. Ирина, ну, столкнулся с множественными проблемами. И вопросами еще больше. Ну, смотрите, я, во-первых, зашел на ваш якобы регулятор. Там нужно пароль вводить. Ну, требует... Какой пароль? Ну, вот, FCA, финанс-сервис, авторити, сейшеловский. То есть, ну, я как-то там проклацал, зашел. Сайт глючит, он не работает вообще. То есть, у меня высочалась табличка... Что-то у меня тоже открывается, это, ну, просто что-то неправильно открывает. Ну, просто вопрос в том, что... Причем здесь пароль, если это лицензия должна быть в открытом доступе, а тут какие-то еще пароли. Нет, так я же говорю, это что-то с сайта. Это мне нужно в поддержку обратиться, спросить, в чем дело. Смотрите дальше. Я, правда, не знаю, какое отношение имеет FCA. Ой, я сам себя слышу. Вы, наверное... FCA никакого. FSA – это наш регулятор. FSA, ну, я так назвал. Потом, смотрите, я... Но FCA – это просто другой регулятор. Вот, так дело в том, что я опускаюсь на ваш сайт внизу. Вот, так там есть, вот, где лицензионные группы. И, вот, регистрация, FCA, FSA, United Kingdom, номер. Я эти все регуляторы, Spain, все пробил. Потом вот эти лепесточки, вот эти там, где, CYSEC, FCA и CIMA, у вас нигде нету там вообще. Ни RFX, ни номера, которые там указаны, вообще ничего. Единственное, что я нашел, это на ИЦЦ, Interstatus Capital Ltd. Да, там есть RFX, но дело в том, что это частная компания, которая непонятно, что выдает, какие-то лицензии. Лицензии выдается только федеральными органами. Ну, то есть, я не вижу, что вообще ни лицензии, ни регулятора вообще ничего не нашел. Именно по тем данным, которые внизу. По факту, тот же CYSEC, тот же FSA и CIMA, это должны быть федеральные органы, да? Да. Хорошо. А вы понимаете, в том, в чем речь идет вообще о непосредственно финансовых регуляторах? Смотрите, FCA, вот этот, который не FSA, это, даже вот если прочитать, да, это регулятивный орган официальный, то есть тут вопросов к ним нету. Все остальные точно такие же? Нет, не все такие, а CYSEC, CYSEC именно, это, ну, не, 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 CYSEC, вы не поняли. CYSEC к вам не имеет никакого отношения. Я говорю, Ирина, вы не... Мы работаем через FSA. Смотрите, вы не услышали. Вот это дели лицензии группы, вот это ICC Intercentrus, видите, капитал ЛТД. Вот это организация начатная, я вот за это говорил. А все остальное, ну, все нормально. FCA, CYSEC, FCA, это все нормальные регуляторы. То, что вы смотрите Intercentrus, это Intercentrus, это как юридическое название компании, то, которое зарегистрировано под регулятором. Во-первых, вам нужно смотреть не ICC Intercentrus, а то, которое IRIUM Limited. Это как юридическое название компании, непосредственно зарегистрировано под регулятором FSA. Просто у меня единственное, что я не знаю, что у них с сайтом. Это нужно просто уже, чтобы был рабочий день, и чтобы мне ответили, что вы на сайт FSA зайти не можете. Я тоже не могу на него зайти. Смотрите. Это что-то, где-то какой-то там глюк у них. Как название компании вашей? Официальная, как трейд-нэйм компании, это Everfix. То есть мы работаем как Everfix. IRIUM Limited. Это как юридическое название, то есть по документам называется IRIUM. Если вы зайдете на FSA, когда он уже нормально будет работать, я же говорю, надо, чтобы был рабочий день. Потому что я сейчас ничего вам сказать просто не могу, что с ним происходит. Вы когда зайдете, вы будете видеть, что компания IRIUM Limited, там есть непосредственно то, что выдано лицензией. И вы также увидите, что трейд-нэйм, то есть компания работает под названием Everfix. Уже непосредственно на рынке. Ну, я пока не вижу этой лицензии. Сайт не рабочий, я не могу никак проверить. Но я, то, что вы на FSA зайти не можете, это нужно просто-напросто, я же говорю. Я не знаю, подсказать сейчас ничего не могу. А при чем тут IRIUM? Ну, что это имеется в виду, вы говорите? Ну, знаете, есть компании, у которых есть юридически по документам, у них юридическое есть название, есть фактическое название. Вот непосредственно IRIUM, это юридическое название. Нет, есть понятие юридическое. А мы говорим о фактическом названии, то есть Everfix. Есть, смотрите, название, а есть дочерние предприятия. Нету такого физического, фактического, юридического. Есть название компании, которое зарегистрировано. Есть дочерние предприятия, которые могут называться по-другому. А то, что вы мне говорите, это абсурд. Я такого первый раз слышу. Ну, хорошо. Я даже спорить с вами не буду. Есть вот то, что есть. Вы это видите, и, к сожалению, зайти на сайт FSA вы не можете, я вам ничем помочь, я вам с этим не могу. Это можно исключительно в рабочий день. Хорошо. Ирина, дальше пойдем. Как мы с вами дальше работаем? Вам для того, чтобы непосредственно работать с компанией, то, что необходимо, это активировать торговый счет, с которым вы работаете, пройти верификацию, безусловно. Но для верификации вам необходимы будут именно вот чешские документы. Ну, и вы, насколько помню, говорили, что у вас есть вид на жительство. Все равно вы слишком быстро. Давайте поэтапно, по ступенькам. Какие мои первые шаги? Только вот так вот первый шаг назвали? Нет, чтобы приступить к торговле, нужно пополнить ваш торговый счет, с которым вы будете работать. Хорошо. А этот торговый счет, деньги, торговый счет, он где, в вашей компании или на каком-то банке? Нет, мы сотрудничаем со многими банками, то есть ваш счет открывается в банке. Какой это будет банк, я вам не скажу, это вам приходит информация после пополнения вашего торгового счета. Вы уже будете знать это все. Ирина, смотрите, такого не может быть. Смотрите, я сразу вас предупрежду, что я не глупый человек. Я сто лет работаю с банками и даже непосредственно я был фронт-энтер, фронт-энд на, ладно, по разработке банковских сервисов. Смотрите, банк не может, у меня просто банк, смотрите, если у вас счета нету, куда отправлять, то банк, он не отправит, это у него защита такая, то есть он воздух не отправляет. Даже на какой-то, например, продукты, товары вы покупаете в магазине, вы влаживаете карточку и там уже есть счет, расчетный счет. Так вы через сайт компании это все делаете, но в момент того, как вы открываете себе счет, формируется? Ирина, ну пожалуйста, не перебивайте, не перебивайте меня, пожалуйста. Ну как бы вы мне говорите эти вещи, вы не слышите то, что я вам говорю и начинаете просто говорить против. Я просто не понимаю, зачем вы это делаете. Смотрите, я не понимаю, я хочу разобраться. Может быть, не может быть, так я вам объясняю. Ну куда он отправляется, деньги куда уходят? На ваш личный торговый счет. Где он? Вот он будет у вас открыт в каком-то, деньги будут храниться в каком-то из банков. А как такое может быть? Я не знаю, потому что мы сотрудничаем со многими банками и компания не занимается рекламой каких-либо банков. То есть это может быть одним из банков, наших партнеров. Вы эту всю информацию для себя получите, в каком банке непосредственно ваших средствах. В компании ваши деньги не хранятся, потому что компания, в принципе, так как она работает по лицензии, доступа к вашим деньгам, она никакого не имеет. Ирина, послушайте, не заходите далеко слишком. Мы еще не разобрались, а куда деньги уходят. Смотрите, я вам расскажу, как работают банки, в принципе. Но мне не надо знать, как работают банки. Так а мне надо знать, куда мне деньги уходят. Куда деньги уходят? Вы не знаете, куда. На ваш личный торговый счет. На какой торговый счет? Конечно, так вам никто не скажет из сотрудников компании, в каком банке будут ваши деньги. Глупости. Смотрите, я просто объясню. Давайте не перебивайте меня. Хорошо. Вы самый умный, я глупая. Но, тем не менее, кроме меня, ну, вам никто ответ на этот вопрос не даст. Ну, значит, тут какая-то мошенническая схема просто-напросто, и все. Ну, пускай будет мошенническая схема, тем не менее, мошенники являются спонсорами Севильи, да, то есть мошенники являются достаточно популярной компанией. Я этого ничего не увидел. Я ничего не увидел. Ой, да ладно. Зайдите на Севилью, зайдите, посмотрите. Если вы зайдете на сайт Севильи, вы посмотрите в списке спонсоров, там будет наша компания. Не авторитет, не авторитет. Мне нужно знать, куда уходят деньги. Понимаете? Есть? Ну, а для меня вот такой уровень, например, является авторитетом. Севилья? Кто такая Севилья? Футбольный клуб? Ну и что? Это реклама. Ну, да, безусловно, но для того, чтобы выиграть тендер у любого футбольного клуба, компания тоже проверяется. Так при чем здесь проверяется? Платятся деньги сейчас на правах рекламы и что угодно показывается. Ну, вы что, не знаете, как это все делается или что? Ну, хорошо, вы снова умнее всех. Хорошо, давайте с Севильей, это не авторитет вообще для меня, я футболом никак не увлекаюсь, так что никакой итальянский или какой-то... Так для этого и не надо увлекаться футболом, для этого просто необходимо понимать, как работают конческие соглашения. Ирина, вот смотрите, вы когда пополняете счет или переводите, понимаете, банк должен знать, откуда вашего лицевого счета, на какой счет должны поступать начисления. Потому что если нет номера, на куда начисляется, он просто деньги не отправит. То есть изначально, если я пополняю счет, он уже знает, куда он пополняется. Вы понимаете об этом, я чего говорю? Так я же вам говорю, это все у вас оформляется в моменте, ну, то есть у компании есть определенные соглашения с банками, и это работает не как обычное открытие банковского счета, что вам надо прийти с документами в банк, просидеть там с менеджером полчаса и открыть себе счет. Когда вы пополняете здесь себе торговый счет, это делается, ну, грубо говоря, как, не знаю, там, обыкновенная операция в интернете. Ирина. Непосредственно после того, как вы пополняете себе свой торговый счет, вы уже получаете для себя эту информацию непосредственно всю полностью в сне, которая вам придет. Да, пускай я вам еще раз говорю, вы самый умный и все остальные глупые, но тем не менее, я вам говорю то же, что я говорю абсолютно каждому клиенту, с которым я общаюсь. Но вы всех обманываете. Я знаю, как работают банки, Ирина, поверьте мне на 100%. Хорошо, я ужасный человек, я всех обманываю. Хорошо, ладно. Но тем не менее. Тем не менее, да, дальше, хорошо. Какие мы договорные обязательства заключаем с вами, между вами? Нет, мы договор не подписываем. После того, как вы пополняете себе свой торговый счет, вы проходите процедуру верификации. Давайте так, торговый счет, пополнение мы не будем даже вспоминать, потому что это полная чушь вообще. Зачем тогда вам дальше со мной разговаривать? Ну, я не знаю, потому что вы мошенники, вот просто-напросто. Я уже проверил все. Вы говорите абсурд. Хорошо. Хорошо, да. Ну, хорошо, зачем вы тогда со мной продолжаете разговаривать? Ирина, хорошо, дальше. Мы, например... Ну, зачем вы сейчас тратите мое время? Объясните мне, пожалуйста. Я могу разговаривать сейчас с человеком, который действительно хочет зарабатывать деньги, а не рассказывать, что он умнее всех. Хорошо. А все остальные мошенники врут, глупы и так далее. Возможно, вы меня сейчас переубедите. Я вам сейчас то, что говорю, да ни в чем я там переубеждать вас не собираюсь, Виктор. Ну, слушайте, во-первых, вы меня уже раз в 200 оскорбили. Я с вами нормально продолжаю разговаривать. Я один раз оскорбил. Нет, вы постоянно говорите, что я вам говорю глупости, постоянно говорите о том, что чушь. А это вас ранило? Сейчас вы мне еще и говорите о том, что, оказывается, мы еще и мошенники. Слушайте. Ну, это... Понимаете выражение? А это вас оскорбляет, что я сказал, что вы говорите неправду? Это вас сразу оскорбило? Вы такая ранимая, что ли? Безусловно. Да, меня оскорбляет, когда я разговариваю с человеком нормально и уважительно, он просто несет какой-то бред. Да, меня это... Ладно, меня это не оскорбляет, меня это немножечко раздражает. Попейте сладкой водички там, я не знаю, потому что у вас работа стрессостойкая должна быть на высшем уровне, понимаете? Когда с общением с клиентами. Ну, Виктор, вы знаете, я могу вам сказать так, что, в принципе, я, если мне не нравится, я же могу с вами просто не разговаривать. Ну, так не разговаривайте, ложите трубку. Просто меня бесит то, что вы сейчас говорите. Вот и все. Ну, просто, понимаете, вы сейчас считаете, что вы самый умный, вы уже там все узнали, якобы. Ну, да. Максимум все, что вы могли узнать, это, я не знаю, там, загуглить что-то просто в интернете. Нет, я прошелся по всем регуляторам, которые у вас там написаны на сайте. У вас там нет ни в одном регуляторе. А, ну, то есть просто на сайте указан всякий бред. Что значит всякий бред? Получается. Ну, просто оно на сайте, вот просто так написали. Нет. То есть регуляции у нас нет, а мы просто написали, что она у нас есть. Я зашел... Ну, по вашим словам, получается так. По реестрам регулятора, вы меня слышите, зашел в один, второй и третий, вбил в поиск ваше название и номер, который указан у вас на сайте. Вас нету там. Unfortunately, здесь не найдено. К сожалению, не найдено. Нету ни... Ну, так я же говорю, то есть получается, что на сайте мы просто так написали, что у нас есть лицензия, например, выдана сайсек, а на самом деле ее нет. Ну, а хорошо, а как делают мошенники? Они же точно так же делают. Они написали... Я не знаю, обычно у них в принципе нет никаких лицензий, да и все, и они в принципе об этом не говорят. Я вас попросил сбросить скан лицензии, вы говорите, мы сейчас так не работаем. Вот, заходите на сайт, который непонятно где он и не работает. Виктор, вам сейчас шестилетний ребенок в фотошопе сделает такой скан. Да я могу тоже сделать. Вы там в шоке прям будете. Ну, смотрите. Ну, и все, так а зачем вы это спрашиваете? Ирина, на этом... Любой мошенник вам сейчас может это все сбросить. Ну, сделайте мне скан. Какие нет документы? Зачем? Сделайте на фотошопе мне скан, пожалуйста. Потому что на этой лицензии должно указывать номер, какой номер регистрации. И это все проверяется в интернете. А то, что вы мне скинули нерабочий сайт... Вот, пожалуйста, есть сайт FSA. Ну, скиньте мне, пожалуйста, лицензию. Зайти завтра, может он уже будет работать. Номер там лицензии SD036. Это тоже указано на сайте. Вы это все можете просто-напросто просмотреть. Я просто вас не понимаю сейчас. Вы просто говорите о том, что все, мы такие ужасные, мы мошенники. Ну, потому что вы не заключаете. Просто мы обманываем людей. Мы самая худшая компания, которой может только быть, но тем не менее, зачем-то вы это все до сих пор проверяете, зачем-то до сих пор вы со мной разговариваете. Допустим, смотрите, есть закон о рынке ценных бумаг. Он очень похожий, как в России, как в Украине и, в принципе, на всех других странах, потому что биржа, она не централизована и, в принципе, законы одни-одни и те же. Я вам сейчас прочитаю статью 3, брокерская деятельность. А можно вас спросить, а почему вы до сих пор не на... где-то не были на обложке Forbes? Ну, может, я уже на обложке Forbes, откуда вы знаете. Вот вы сейчас забейте мой имя и фамилию, может, я являюсь таким. Смотри. Алло. Что-то прерывается. Говорю, Виктор, так а почему у вас до сих пор что-то не было на обложке Forbes? Так я, может, на обложке Forbes. Сколько вы его знаете? Ну, вот смотрите, я прочитаю вам... Не перебивайте, пожалуйста. Ну, потому что сейчас даст вам ответ на ваш вопрос, который... Не вопрос, а на вашу ошибку. То, что противоречит... Но я не делаю ошибок. Ну, я вам докажу, что вы делаете ошибки. Вот, смотрите. А это ваша цель? Вы для этого со мной разговариваете сейчас? Ну, потому что, Ирина, вы мошенница. Ну, не бросайте трубку, серьезно, давайте поговорим. Ну, зачем вы это делаете? Что именно? Ну, работаете в этой компании. Ну, потому что, как бы, я знаю, то, что компания работает честно, и то, что люди здесь зарабатывают деньги. Смотрите, ну... Более того, я вижу, как они работают, я знаю, как люди выводят деньги, я знаю, как они их получают себе. А вы сейчас мне пытаетесь доказать какую-то бюрду. То, что есть компании, которые работают нечестно, поверьте, я это прекрасно, да, я это когда-то и на себе испытала. Ну, послушайте, говорить о том, что все такие плохие, все такие ужасные, ну, серьезно. Смотрите, давайте я вам скину сайт легального брокера, легальной компании, и то вам увидите, как вообще состоит сайт, какой шаблон его, и как ваш сайт состоит, и какие документы на сайте лежат, та же лицензия. Вот, например, пропишите Interactive Brokers, например. О, боже, зайдите на компанию, я не знаю, там, Максимаркет, у них тоже указано, там есть и лицензия и прочее, обдирают людей до нитки. Да, я знаю. И чего теперь? Так а зачем, что вы сейчас рассказываете? Какая Максимаркет? О легальности компании, понимаете, не говорят какие-то бумажки, которые там где-то указаны на сайте. Ирина, а сколько вам лет? Сколько вам лет? Вы мне спросили о возрасте? Скажите, скажите. Ну, не знаю, мне кажется, что вам меньше. Во-первых, что на Максимаркете там всего лишь одна лицензия, и действительно она сделана в фотошопе. Если проверить те цифры, которые на Сен-Шелл. Я не знаю, я туда не заходила. Ну, я разговаривал с Максимаркетом, так что вы можете не спорить. Я знаю, что они такие. Я и там пробовал. Так что. И вот у вас, по-моему. Так не читать или не читать? Можете не читать. Мне, если честно, это не до конца интересно. Я вам просто говорю еще раз. Я не понимаю просто цели того. А вы хорошо, мне интересно. Вы сидите просто, вам делать нечего. Вы в интернете видите рекламу и везде регистрируетесь, чтобы рассказать всем, какие все люди плохие. Вспомните, вспомните, как я вообще попал к вам. Я вообще телеграм хотел скачать. У вас телеграм и переводится на Everfix. Это все лохоброкерская помойка, понимаете? Ну, и вы туда упопали. То есть все. Ну, о чем можно говорить, Ирина? Может быть, о том, что на самом деле стоит открыть глазки и не брать всех под одну гребенку? Так а при чем тут телеграм? Как минимум об этом. Телеграм к Everfix. При чем? Скажите мне. Честно? Ну, честно. Вообще не знаю, как вы телеграм скачивали, как это можно просто-напросто сделать. Но я, когда что-то скачиваю в интернете, я не попадаю туда, куда я не хочу. Ну, у меня автозаполнение стоит. Не, так если я хочу сказать, скачать телеграм, я скачиваю телеграм. Извините, каким это волшебным образом надо что делать? Ну, ладно бы просто это... Так получилось, да? Вам бы было, не знаю, лет 50-60. Но это еще одно дело. Я ребенка попросил скачать телеграм, а он скачал мне так. И мне звонят на телефон, вот, и уже, типа, папа, папа, тут тебе звонят. Хорошо. Так а что, а зачем вы дальше начали все это, если вот прям уже все такие плохие, все такие мошенники? Что дальше начал? Ну, вот начали там что-то проверять, что-то там смотреть. Ирина, я все-таки хочу, ну, вам немножко добить в душу. Я понимаю, что вы будете отказываться, там, что мы не мошенники. Ну, просто поймите, пробейте в интернете, как мошенников вложат в горизонтальное положение, что такое, как работает ДБР. Вы же знаете, что реформа в полиции не провалилась, но ДБР держится. Они сейчас в тех заточниках, в тех вот этих мошенников ловят на ура. И мне... Да, я знаю. Вот. А компания что-то с 18-го года спокойно себе работает. Я не знаю. Мне стоит вам пополнить с приватбанка ваш счет, вы же это об этом не знаете, и у вас будут, ребята, стоять в маске шоу. И вы потом будете думать, блин, Ну, так давайте. Давайте. Так от чужого вы ничего не делаете. Ну, мне же надо еще написать ДБР, чтобы... А, вот оно что оказывается. Сначала надо так сделать. Ну, я просто в Чехии нахожусь, понимаете? Для того, чтобы закрыть вас, я сейчас просто расскажу, как это делается. Делается сакральная жертва. То есть нужно, чтобы некоторых людей обманули. Потом делается приманка, придается медийности, пробная закупка. И все, ребята, вы закрыты. Так подождите, я тогда не понимаю. А как тогда компания до сих пор работает? Ну, вы просто... Ну что, до сих пор нету компании вот этой вот сакральной жертвы? Потому что вы не работаете с украинцами. Вот в чем. Как это не работаем? Так если подождите, что у украинцев куча есть людей, которые проживают в Европе, имеют европейские документы, которые спокойно могут работать. И работают люди, я вам больше что скажу. Вы изначально сказали, а где вы находитесь? Я говорю, я в Чехии. А, ну тогда мы можем работать. А если бы вы... Я в Украине сказал. Ой, извините, у нас нет выхода на... Вы же сами это говорили. Вот ваш ответ. Ну, тогда... Ну, тогда... Такие сериалы стран, с которыми мы не можем работать. Да ладно. Ну, вот такие правила, такие законы. А Украина может все-таки выходить на биржевый рынок? Ну, на биржевый. Я вам больше скажу, смотрите, мы не работаем со странами Прибалтики, они тоже имеют право, и при этом работают там люди. Ну, почему? Потому что вот нельзя компания... Компания с ним не работает, все. Ну, как бы правило. Это вы знаете, так сказать, немножко пыль бросаете, что якобы с украинцами, ну, еще парочку добавим, которые, так сказать, Прибалтийские страны, там, Латвия... Посмотрите, пожалуйста, на сайте компании вся информация указана. Если будете пробовать регистрироваться, там будет указан Редстран, с которыми компания не работает. Ладно, ладно. Ну, все равно вы неубедительно рассказываете. Да ну, нет цели вас переубеждать, господи, ну, мне просто-напросто интересно, что вы еще хотите мне порассказывать. Ну, поймите, будете вы работать или нет, я от этого не потеряю и не заработаю. Ну, смотрите, берегите... Думайте, что вы хотите. Берегите себя, Ирина, серьезно. Ну, поймите, я знаю, чем я занимаюсь и где я работаю. Ну, а то, что вы сейчас там где-то на 100% уверены, вы такой классный, вы такой молодец, вы разоблачили таких плохих мошенников. Конечно. Все. Молодец, поставьтесь, возьмите, сползьте пирожок. Да, да, да. А почему вы не заключаете договора? Вот скажите. Каким законом вы регулируетесь, что вы не можете заключать договора? С брокером на открытие того же счета брокерского нужно заключать договор. Можете, не можете. Я вам говорю то, что как компания работает. Обоснуйте, пожалуйста, почему. Нет, я не могу вам этого обосновать. Ну, а я могу обосновать, что вы должны заключать. Ну, вы же не даете мне даже сказать. Знаете, почему? Ну, потому что вы мошенница. Давайте я вам прочитаю, что брокер должен заключать договор. Хочу вам докажу. Ну, я не хочу этого сказать. Ну, значит, вы мошенница, вы не принимаете правду. Ну, хорошо. У вас своя, правда? Все, пойду, не знаю. Пойду, поплачу. Лучше, лучше... А что мне еще остается делать? Лучше уволяйтесь, серьезно, Ирина. Мне вас жалко просто, когда-то... Увольняться? Да. Ну, хорошо, ладно, вы меня убедили. С такой работой лучше пойти проституткой, серьезно, работать. Вам такое место. Хорошо, вот прям сейчас напишу заявление и прям сегодня вечером пойду на панель. Хорошо, вы меня убедили. Да, вот это ваше место, серьезно. Вы молодец. Ну, а вы нет. Я о хорошем вам ничего не скажу о вас. Я очень счастлива. Ну, радуйтесь, да. Пока придет ваш студный день, давай. Хорошо, договорились. Я буду его ждать обязательно. Давай. Я буду в Киеве, я вас куплю. Денег не хватит. Ну, раздвинуть тоги много не нужно для таких людей, как вы. Хорошо. Обязательно научите также вашего сына разговаривать с женщинами. Это очень полезно. С такими женщинами он умеет так разговаривать, так что... Да? Да. Ну, и с женой пойдите так же поговорить. Да, да, но это не ваше дело. Поэтому это будет полезно. Не ваше дело. Да, да, да. Да, да, да. Вы начинаете сильно психовать. Нет, это вас бомбит уже. Я вообще спокоен. Виктор, успокойтесь. Я... Ну, просто-напросто, когда вы на самом деле... Давайте еще раз вы все-таки на себя посмотрите. В какую компанию вы обратились. Да. Вот. Когда увидите, как люди здесь работают, как они пользуются деньгами, как они их выводят, я жду ваших извинений на почту. Да, какие извинения? Я пишу Everfix.com и все. Куча отзывов, что вы лохотройщики. О, господи. А в любой компании напишите. Смотрите, пишу Mercedes-Benz. Мошенники. Не нахожу вообще ни слова. Вот Mercedes, любую компанию пишу. Какую компанию написать, вот скажите? Какую? Ну, любую брокерскую, краткую, знаете, то и пишите. Ну, пишу. Interactive Broker. Попробуйте в любой... Там, где вы заходите, еще видите плохие комментарии. Ради интереса попробуйте где-то оставить хаши. Это стандартная фраза, когда мошенники пытаются обосновать, что попробуйте написать комментарий. Ну, понимаешь, понимаете... А я вам серьезно говорю, попробуйте. Да, это... Реально не публикуются. Вот серьезно. Смотрите, умный взрослый человек может понять, даже любое существо в мире может понять, где добро, а есть зло. Понимаете? И легальность компании также можно определить. Ну, я определяю вас как, ну, мошенничество, потому что даже... Мне не нужно по базам проверять лицензию или все, просто поговорить. Договор, какой счет и что такое вообще, например, депозитарий. Вы знаете, что такое депозитарий? Какой тип брокерского счета? Я вам говорю, что вы можете просмотреть документы, что вы можете... Вы ответьте, вы работаете в этой компании, вы как пол-менеджер, вы должны, как знаете, от зубок все должно отскакивать. Почему это? Какой тип брокерского счета? Вот вы работаете на бирже, вы торгуете? Или нет? Я? Нет. У меня украинское гражданство, как я могу торговать? Можно вопрос? Это элементарно, это все торгуются, что в Украине брокеров нет? Пропишите украинские брокеры. Хорошо. Вот после того, как напишу заявление на увольнение, сразу пропишу. Вы просто глупая, вы не знаете, что в Украине можно торговать, вы не торгуете. Что вы бред несете? Серьезно, мне аж, блин, я не могу. У меня аж у меня улыбка тянется до ушей. Хорошо. Можете посмеяться. Да, я смеюсь. Еще поговорим или как? Нет, у меня уже нет времени. Мне пора домой. Ждут лохи, да, какие-то? Меня ждут дома. Лохи, да, ждут? Ну, не надо так мою семью называть. Я не о вашей семье. Я не о вашей семье. Ну, я сказала, меня ждут дома, а вы начали всякую участие. Я сказал перед тем, как вы сказали о семье. Нет, я вам сказала, что меня ждут дома, а вы начали вот так говорить. Я вас очень жаль. Почитайте книжечки о воспитании. Будет полезно. Да нет, ну вы этого достойны, такого отношения к вам. Я нормально знаю этику и корпоративную, как надо общаться. А с такими людьми только так надо общаться. Ну, с такими людьми, потому что вы этого заслуживаете, понимаете? Хорошо. Да. Поплачьте или нет? Вот так. Будете плакать? Да, я уже, уже слезу пустила. Хорошо. Ирина или как? До свидания, Виктор. Да, давайте. Неудачи вам. Спасибо большое. Давайте, да. Спасибо.